Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают есть место этому понятию? Вы знаете, безопасности есть вообще место в нашей жизни. Чем бы мы ни занимались. И вообще мы говорим о безопасности 24 на 7. Но когда мы говорим про производство, то здесь появляется такое понятие, как охрана труда. И вот для руководителей это область, которая в большей степени ассоциируется с ответственностью. Ответственность, которая воспринимается как именно какие-то карательные санкции со стороны работодателя. И вот та тема, по которой мы как раз собирали мастер-класс, который проводил Эрки, она как раз о том, что охрана труда, она не только про ответственность, она на самом деле про вовлеченность, про творчество, если хотите, про доверие. И вот как этого достичь в организациях. Поэтому легче, наверное, пока донести эту идею до промышленных предприятий, а не ближе все-таки к теме... Ну и вообще понятие охраны труда им знакомо. На протяжении многих лет, наверное, всех лет их существования. Да, им более может быть для них это близко. Но мы не стали бы так ограничивать для любых и микропредприятий, и средних, и семейный бизнес. В любой сфере? Осознанная безопасность. Да в любой, да. Спортивная наша деятельность, какие-то поездки, где может произойти травма, вождение автомобиля, не знаю, все что угодно. То есть мы говорим про осознанную безопасность, но применительно к производству, но мы подразумеваем, что это 2-4 на 7 должно быть. То есть всегда и везде. Если мы обращаемся к вчерашнему, позавчерашнему мастер-классу, семинару, который проходил, все-таки участники этого семинара, кто это был? Это были крупные кировские предприятия? Да, это были крупные предприятия. Ну, я думаю, что можно, наверное, назвать, да? Конечно, можно назвать. Мы должны знать, кто у нас наиболее ответственно подходит. Я бы не стал говорить, что более ответственно, просто кого нам удалось привлечь на текущий момент. Кто нашел время и возможность прийти, да. Потому что мы вносили эту идею до многих, и многие бы хотели, но... По разным обстоятельствам не смогли. Совершенно, да, по разным. Поэтому не стал бы тут какие-то делать оценочные такие осуждения. Но это были предприятия химической промышленности, крупные чипецкие предприятия, несколько... Ну, то есть Уралхим, Галлополимер, кто там у нас? Вот предприятия МИТО, значит, были предприятия Кировские, Пирели, в частности, их не отпускали. Нашинный завод, так. Сразу так, как он и семинар, но мы все-таки их увидели. Это были предприятия энергетики, Кировэнерго, в частности. Предприятия оборонной промышленности, были крупные КМП, в частности, тоже. Поэтому всего было порядка 20 с небольшим человек, участников. И эти 20 участников, это все-таки были кто? Это были руководители на уровне главных специалистов, главных инженеров. К сожалению... То есть это люди, которые отвечают за охрану труда на предприятии? Да, отвечают за безопасность, отвечают где-то за прием персонала даже. За работу с техникой безопасности, да? Да. Ну, вообще, мы, конечно, приглашали первых лиц, но сложно привлечение первых лиц. Первых лиц, да, сложно выдержать на семинар. Получили первых лиц в своей теме, скажем так. Вот это уже хорошо. Ответственных специалистов. Для такого уровня предприятия это вообще тоже здорово. И у меня к Эрке тогда вопрос. Вот наши специалисты в сфере безопасности на вас какое впечатление произвели? То есть это люди, которые в теме, они разбираются? Однозначно. То есть его... Видно, что они специалисты в своей сфере. Они знают специфику своих предприятий. И то, как они участвовали, задавали вопросы, понятно, что они сталкиваются с вопросами охраны труда и безопасности каждый день. И вопросы, которые их затрогают, они примерно одинаковые. То, что касается формальной стороны охраны труда, им понятно, а я себе представляю как бы человеческий фактор. И что делать с людьми, и как с ними можно взаимодействовать, это постоянно. А как делать так, чтобы люди задумывались, сделать так, чтобы люди позаботились о себе, окружающих и так далее. Что я могу для этого делать? Вот это очень хорошо. Это было направление. Я верно понимаю. То есть все знают, как примерно сделать так, чтобы не было претензий у проверяющих контролирующих органов. То есть с этим работают на протяжении долгих лет. А Эрки рассказывал о том, каким образом сделать так, чтобы голова о том, как пройти проверку, болела не только у главного инженера, а чтобы душа болела за это у каждого сотрудника. Правильно? Да. То есть можно разделить вопросы охраны труда на такую формальную сторону. То, что при проверках часто спрашивают документы, какие-то процедуры. И то, что связано с отношением. Вот Эрки как раз рассказывал про отношения. Ну и мы так небольшой, конечно, срез обратной связи собрали оперативно по итогам семинара, мастер-класса. В общем-то, всех эта тема тронула. Конечно, кто-то ожидал, что это будет немножко о другом, каких-то конкретных инструкций, пошаговых алгоритмов. Но сделать это очень сложно, во-первых, за такое время. Во-вторых, это штучный товар. Ну, в общем, на каждом месте надо смотреть, как это работает на каждом предприятии, да? Совершенно верно. Корпоративная культура, она... Вот заходим на проходную, мы сразу чувствуем особенности. Есть или нет? Или она есть всегда? Она всегда есть. Всегда есть. Просто уровень её. И какие-то особенности, традиции, ценности. Хорошо. Ну тогда вот о том, что такое осознанная безопасность, наверное, я Эрке попрошу рассказать. Всё-таки вот это понятие, это как раз то, что касается каждого сотрудника, да? Да? Безусловно. Каждого. Что это такое? Ну, смотрите, как Дмитрий говорил, что есть формальная сторона вопроса. Это касается документации, это касается проверяющих органов и так далее. С моей точки зрения, это касается тогда безопасности предприятия. То, что касается реальной охраны труда, это касается нас каждого, и это неформальная сторона вопроса. Мы обычно по жизни действуем по привычкам. И мы не осознаём свои привычки, своего отношения, например, безопасности. И тренинги по осознанной безопасности направлены на то, чтобы увидеть и озазнать, из каких предпосылок я действую или бездействую. То есть первый шаг осознанности – это понимание той реалии, где я сейчас живу и как я поступаю. То есть это первый шаг. И для этого во время тренинга даётся простейшие инструменты, которые позволяют увидеть себя как бы за страной, что меня двигает. Потом, если вот мои поступки соответствуют моим реальным целям, то, что я хочу достиг в своей жизни, то всё замечательно. Если я увижу, что всё-таки мои поступки идут воврез своим целям, то станет вопрос, а что я делаю не так? А здесь в тренинге мы ищем, вот, а почему так? Что за этим стоит? И попытаемся увидеть, вот, что за этим стоит. И это как раз процесс осознанности. Мы думаем. Мы вообще, как люди, мы не хотим думать, потому что это трудоёмкий, энергоёмкий процесс, да. Как кто-то какой-то умник когда-то говорил, что целомышление – это в том, чтобы перестать думать, чтобы энергию экономить. А здесь вот как раз мы ищем те причины, почему мы действуем так или иначе, с точки зрения безопасности. Потом, когда мы выявили вот ту реальность, с которой мы находимся, мы ищем вот те шаги, которые мы можем предпринять для того, чтобы принять правильные решения, чтобы выходить из тех рамок, как мы обычно действуем. И вот это как бы осознанное действие, которое я делаю. Чтобы не действовать по автомату, а действовать осознанно. Искать новые пути решения. Как мы вчера обсуждали, что мы как бы типично хотим получить другие результаты, но мы повторяем старые действия. И это же нелогично. И главное нас удивляет, что не получается другой результат после этого. Да, что не получается другой результат. И когда это станет очевидным, то тогда вопрос. А если мы действительно хотим получить другие результаты, то, наверное, нам нужно действовать по-другому. И это требует усилия. И каждый шаг, который мы предпринимаем таким образом, требует осознанности. И моя цель как тренера – это выкладывать вот эти инструменты, достаточно простые, для того, чтобы человек мог действовать более осознанно. Делать более осознанное решение в тот или иной момент. Эрки Антила, тренер по корпоративной культуре осознанной безопасности. Дмитрий Хохлов, заместитель директора Кировского регионального центра охраны труда в нашей студии. Мы сейчас прервемся на 20 секунд и вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Анна Лапшина. Наши гости – Эрки Антила и Дмитрий Хохлов. Мы говорим об осознанной культуре безопасности. Ну, корпоративной прежде всего. Но наши гости говорят, что всё это можно использовать и в обычной жизни. Вот сразу же тогда у меня к Эрке вопрос. А какие вообще механизмы вы говорите? То есть вот я предлагал механизмы. Какие механизмы? Ну, я бы не сказал, что это механизмы, это инструменты. Инструменты. Инструменты осознания своего состояния. То есть как я отношусь к какому-то предмету или к какому-то человеку или к какой-то ситуации в жизни. Чтобы я мог увидеть, насколько моё отношение конструктивное и эффективное вот в этом отношении. Мы делаем категоризацию, как мы вчера обсуждали. То есть? Но мы не привыкли по жизни оценить отношения. Мы привыкли оценивать знания и навыки. Вот всю жизнь нас учат этому и в школах, и по жизни, и на предприятиях, когда делается аттестация, выдаются корочки и так далее. То есть у нас есть привычная система оценок по части знаний и навыков. А по поводу отношений мы находимся в тумане. Поэтому во время тренинга я выкладываю простейшие инструменты, по которым мы можем делать категоризацию по отношению к предметам. Я сейчас здесь не хочу... Углубляться, да? Я не хочу раскрыть вот это самое, какие они, но они настолько примитивные и простые, что они позволяют потом управлять своим отношением. То есть, с моей точки зрения, человек может выбирать каждый момент времени, как относиться к тому или другому предмету. И в данном случае мы говорим о безопасности, чтобы увидеть, конструктивно ли у меня отношение к безопасности, конструктивно ли у меня отношение к другому человеку, готов ли я освободиться о его благополучии и здоровье в данный момент. Или для меня это безразлично. Для того, чтобы это понять, во время тренингов мы смотрим на собственное поведение как в лабораторных условиях нейтрально. То есть, мы стараемся абстрагироваться от себя, чтобы увидеть свои поступки беспристрастно, безоценочно. Я вот прошу прощения, я сразу же задам вопрос. Вот довольно часто эта ситуация, на самом деле, обсуждается в социальных сетях. И вроде бы, вот при чём здесь корпоративная безопасность? Ну, это правда проблема. То есть, вот в любом кабинете, в любой организации, неважно, там, это бухгалтерия, да, там, редакция какая-то, ещё что-то, есть люди, которым постоянно жарко, есть люди, которым холодно. И эти люди постоянно воюют между собой. Кто-то включает кондиционер, а кто-то его всё время выключает. Вот это корпоративная безопасность? Здесь мы можем говорить о том, что это осознанная безопасность или нет? Потому что кто-то простыть может и не выйти завтра на работу. Ну, скажем, забота о благополучной окружающих людей, я считаю, что это первично. Поэтому корпоративной культурой мы должны учитывать не только свои потребности и потребности окружающих. И порой корпоративной, и всегда корпоративной среде мы всё-таки поступаем, скорее всего, по-другому, чем гражданская жизнь среди своей семьи и так далее. У нас другие отношения в корпоративной среде. У нас другой этикет поведения. То есть, если дома я могу себе позволить какой-то эгоизм в каком-то отношении, возможно, в корпоративной среде это не допускается. Или наоборот, между прочим. Или наоборот, тоже возможно. И это как раз вопрос осознанности. Понимаю ли я, как я себя вижу, какое мое поведение по отношению к окружающим? Вот это как бы часть вопроса. А если мы вернёмся к тому, что такое осознанная безопасность, то ещё раз я бы хотел подчёркивать это с точки зрения того, что мы обычно привычны, что то, что мы делаем, это нормально и правильно. И так и есть. И сходя из своих знаний, навыков и своих лучших побуждений, я всегда поступаю наилучшим образом для себя. Но вот это наилучшим образом для себя может быть далеко от того, как это могло бы быть ещё лучше. И поэтому вот здесь мы расширяем горизонт и понимание того, что моё представление – это не полная картина. И здесь вопрос восприятия. Потому что восприятие человека – это весьма индивидуальная, субъективная вещь. И корпоративная безопасность начинает понимание собственного отношения. То есть пока я как личность, я как руководитель не осознаю своего собственного отношения к предмету, у меня нет шансов поменять или как-то повлиять конструктивно на отношения других людей. И я как руководитель, я же смотрю на своих подчинённых типично, что они не исполняют, они не выполняют, они не заботятся. Но это чистое отражение моего отношения. Потому что я как руководитель, я создаю ту атмосферу, где люди себя реализуют. И когда мы вчера и обсуждали, что почему люди ставят там производственные цели на первое место, они думают о безопасности, то есть, с моей точки зрения, люди только реализуют ту культуру, которая реально существует. Если руководитель не говорит о безопасности, то как подчинённые будут об этом думать? Это мы сейчас о чём говорим? О культуре. Я понимаю, да. То есть есть определённый… Давайте на конкретных примерах. Есть определённый план, который нужно выполнить. Неважно, там, на предприятии промышленном, да, или какая-то задача, которую нужно сделать. И мы говорим о том, что люди в первую очередь нацелены на выполнение этой задачи, вне зависимости от того, на какие жертвы им приходится идти. Об этом мы говорим. Так быть, не должно. Не должно так. А так это есть. А так это есть реальности. И о том, что, собственно говоря, человек, который отвечает за безопасность на том или ином предприятии, у него примерно такая же картина, то есть его высшее руководство ставит задачу перед ним в том числе, что задача там, да, или норма какая-то, или план какой-то должен быть выполнен, а уж какими усилиями это всё будет достигнуто, меня не волнует, делайте как можете, но как можно быстрее. Ставьте галочку. Да, да. То есть вот эта картина, то, что вы описали, это то, как оно обычно происходит, наверное. На большинстве предприятия, может быть, да. А мы как раз пытаемся донести то, что не служба охраны труда должна отвечать за безопасность. А каждый сотрудник. А каждый сотрудник. Но прежде всего руководитель должен изначально выстроить такую систему, чтобы каждому сотруднику хотелось этим заниматься и думать об этом. Да, потому что руководитель должен это демонстрировать и своими словами, и своими действиями, и быть последовательным, формировать открытые отношения в организации. То есть это первый шаг, вот осознание, где мы находимся, начать говорить об этих проблемах открыто, чтобы люди не боялись об этом сообщать, руководитель о каких-то проблемах безопасности, не боялись сказать, я не могу эту работу выполнить безопасно, поэтому давай подумаем, как мы ее будем дальше вообще. Ну, мы видели вот этот вот, к сожалению, печальный пример совершенно, да, из Петербурга, где разбирали вот этот вот строительный диск. Да, 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 то есть иди и делай, и неважно как. И вот, пожалуйста, как бы человека нет. Там целый комплекс нарушений и в плане управления, и в плане технологий. То есть изначально должен быть прописан тех процесс, которые по ходу устными указаниями не меняются, не должно такого быть. И при этом никто из выполняющих работы не мог сказать вышестоящему руководству, что ребят, вы... Его же никто, в принципе, это не мог принудить, выполнить, ну, то, что он сделал страховку, убрал. Это его личное отношение. То есть вот он такой пример. Я не знаю, к кому будет этот вопрос, к Эрке или к Дмитрию, к кому из наших гостей, да, но вопрос вот какой. То есть мы проговорили, что люди наши, наверное, это вообще свойство не только российских людей, а всех остальных, да, не любят думать, потому что вот это вот это же дополнительные усилия, да. И вот эта история с осознанной культурой корпоративной безопасности, это тоже история про то, что нужно прилагать дополнительные усилия какие-то. И если вот я, например, не привык это делать, как руководитель предприятия, да, то мне надо понимать, а предприятию-то это что даст? Ну вот тот факт, что сотрудники осознанно относятся там, да, не только к своим обязанностям профессиональным, но и корпоративной культуре безопасности. Вот у нас спасибо, сейчас такая ассоциация мне пришла, что руководитель как бы напрягается, ну и вообще думать тяжело, а на самом деле вот осознанная безопасность, она дает предприятию легкость. Вот мне кажется, с этой точки зрения тоже можно посмотреть. Легкость почему? Не нужно никому ничего изобретать и придумывать. Не нужно ничего лавировать, чтобы это был красивый какой-то отчет или еще что-то. Становится все, понимаете, прозрачно в работе по безопасности в том числе. И вот здесь я передаю слово, скажем так, нашему Эрке, потому что нам бы очень хотелось донести как раз идею про ответственность, про обязанности и про эффективность. То есть вот оказывается, что и такая практика есть, я думаю, Эрке сейчас поделится, что когда люди начинают вести себя осознанно, то и бизнес, и показатели растут. Я правильно понимаю, что они, если более, соответственно относятся к безопасности на рабочем месте, что называется, они и к задачам предприятия тоже подходят более ответственно и с большей отдачей. Абсолютно. Именно так. Именно так. И цель тренинга во многом делает доступным для человека понятие между обязанностями и ответственностью. И у нас мы часто ассоциируем чувство вины с ответственностью. Хотя, с моей точки зрения, они не тостейственные. На самом деле, в обязанностях есть вина. Если я не выполняю свои обязанности, я виноват. Меня могут обвинить, предприятия могут обвинить, могут быть последствия и так далее. С моей точки зрения, ответственность – это внутреннее решение. Я беру на себя ответственность, и когда мы во время тренинга раскрываем, что там нет доли вины, у меня нет страха взять на себя ответственность. Когда я начинаю бороться о своём благополучии, благополучии окружающих, я могу только победить в этом. И когда корпоративная культура начинает поддерживать такое поведение, то меняется отношение ко всему. Абсолютно ко всему. То есть, когда у меня ответственное отношение к безопасности, у меня будет также ответственное отношение к материальным ценностям, целям компании, всего, что делается. Внедрение новых процедур становится понятным. То есть, почему, например, предприятие внедряет 5С или ЛИН. Для меня лично понятно, что это облегчает мою работу. Это делается ради эффективности, это делается ради безопасности, и это делается ради безопасности или ради будущего компании. Будущая компания становится тоже гарантией моего будущего, потому что я таким образом обеспечиваю себя рабочим местом и могу делать те вещи в жизни, которые для меня важны. Возможно, для меня лично моя работа не самая важная в моей жизни, но я работаю ради того, чтобы я мог реализовать себя где-то в другом месте, воспитать детей, обеспечивать их образование и так далее. И осознанность обобщается через ответственность, понимание того, что таким образом я могу реализовать себя, обеспечить твоих близких тем, что важно для нас в данный момент. Что ещё, с моей точки зрения, очень важно – осознанность безопасности. Смотрите, законодательно или инструкциям, журналам по компании мы обязываем людей действовать определённым образом. Как я говорил, ответственность – это добровольное решение. И, в принципе, с моей точки зрения, мы абсолютно свободны в своих выборах. То есть я выбираю работать в компании. Раз я выбираю работать в компании, я прихожу вовремя на работу. Я выполняю предписания, которые есть. Я выполняю предписания, потому что я хочу работать в этой компании. Это мой выбор. Часто получается так, что я осознанно делаю вот этот выбор, я прихожу на работу, но при этом я почему-то считаю, что меня вынуждают. И поэтому я прихожу на работу недоволный, как будто из-под палки, и транслирую всем вокруг своё недовольство. Хотя, с моей точки зрения, у меня есть тоже свобода выбора по отношению моего отношения к собственному выбору, который я всё равно уже сделал. Я прихожу на работу к восьми часам. Почему бы мне не относиться к этому радостно? Это же мой выбор. Это же мой выбор. А зачем я себя наказываю тем, что я буду недоволен своим выбором? Абсурдно, правда ведь? Конечно. Эрки Антилов в нашей студии, тренер по корпоративной культуре осознанной безопасности, Дмитрий Хохлов, заместитель директора Кировского регионального центра охраны труда. Мы сделаем перерыв на рекламу и вернёмся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Наши гости Эрки Антилова и Дмитрий Хохлов. Мы говорим сегодня о корпоративной культуре осознанной безопасности, но, как мы в программе выяснили, это касается не только корпорации, это касается вообще отношения к жизни. И безопасности не только на предприятии, но и в целом. И жизни-то тоже не только на предприятии, но и в целом. Мы поговорили уже о том, каким образом отношение к каким-то вещам, связанным с безопасностью на предприятии, на производстве, сказывается в целом на отношении к работе твоей и к твоему предприятию. То есть важно, если ты понимаешь, начинаешь понимать, зачем ты делаешь те или иные вещи, ты понимаешь какие-то более широкие задачи компаний, в которые работаешь, и более ответственно к ним тоже подходишь. У меня всё-таки вопрос. Наши предприятия, наши руководители, ответственные за безопасность на наших предприятиях, которые участвовали в мастер-классах, делились ли они какими-то проблемными вопросами, может быть, без указания, какое это предприятие? То есть основная проблема в чём? Ну, вы знаете, проблем на самом деле как таковых нет. Есть отсутствие, может быть, опять-таки осознанности. Вот это, если можно назвать проблемой, но это, наверное, тоже выбор на текущий момент. То есть я хочу сказать, что есть отсутствие осознанного выбора, вот так скажем, которое проявляется в том, что не полностью принимаются идеи и ценности осознанной безопасности, а принимаются поверхностно зачастую. То есть руководителю иногда кажется, что так поступить правильно, нужно об этом заявить, нужно такие цели провозгласить, но он сам может до конца не принимать эти цели, и когда у него стоит выбор, бизнес-показатель или безопасность, то как бы такого выбора для него уже нет. Бизнес-план для него важнее на первом месте. Поэтому, наверное, главная проблема в том, что мы вот эту ДНК-компанию, которая, в общем-то, включает в себя миссию, ценности, видение и стратегию предприятия, мы её как бы разрываем на две части. Это вот бизнесовая история, бизнес-кейс, где у нас видение, где у нас стратегия, показатели, и где у нас вторая часть – это HR-история вся про безопасность. То есть сотрудники. Ну, сотрудники, хорошо, да. Мы должны изначально просто достигнуть такого понимания, когда первые лица, в первую очередь, договариваются, для себя принимают однозначно решение, что компания не будет выполнять работы, виды деятельности, операции, которые она не способна выполнить безопасно. Вот просто на берегу изначально об этом надо говориться и этому следовать. Вот если мы этого не делаем, то вот это главная проблема, потому что как только у нас возникает выбор, бизнес или безопасность, то мы, этот выбор-то фактически всегда проигрывает безопасность. А можем мы хотя бы приблизительно вот назвать, HR-история же давно в России, да, работает с российскими предприятиями. Какое количество вообще предприятий, наших российских предприятий задумывается вот об этом, на каком количестве предприятий есть вот это решение? То есть в процентах, там, 10 процентов, там, каждые десятые, там, половина предприятий. Или это единицы? Мы говорим сейчас о осознанности, о человеческом факторе. Да, да, да. Понимаете, практически все говорят о человеческом факторе, но реально готовы что-то делать ради этого. Но я думаю, что 10 процентов, это, наверное, ближе к туда. Хотя в последнее время наблюдается тенденция, что всё-таки всё больше об этом думают. И, например, последнее изменение законодательства, то, что касается СУОД и так далее, больше рассматривает самостоятельность предприятий в принятии решений, каким образом применять охрану труда, свои практики. Здесь я хотел бы делать отступление назад немножко. Вот был вопрос относительно того, что какие вопросы задавали участники. Участники мастер-класса. Не столько здесь, а вообще вот нам свойственно искать, так называемые, лёгкие решения для себя. И мне и вчера, и раньше задают вопрос, что делать? И смотрите, вот я говорю об отношении. Мой вопрос, вопрос правильнее ко мне, это как делать? Что делать? Это вопрос касается конкретного предприятия, конкретной отрасли. А как это делать? Это вопрос ко мне. То есть это алгоритм такой, да? Да. Как я к этому отношусь? Как я отношусь к своим сотрудникам? С моей точки зрения, реальная безопасность начинается от отношения руководителя к своим прямым подчинённым. Если я как руководитель, как человек, реально собочусь о благополучии своих подчинённых, соответственно, я практически уверен, что они будут это отражать в сторону своих подчинённых. И таким образом это идёт щепочкой и сверху вниз. И если я генеральный директор, я буду говорить своим прямым, директору по продажам, директору по производству и так далее, что у нас приоритет и безопасность. И я это делаю системно, постоянно, поставлю безопасность на первое место. То рано или поздно они будут это говорить своим подчинённым. И таким образом это понимание о том, что человеческая жизнь, благополучие наших людей для нас первично, станет общей, понятной внутри компании. Только с этого момента вот такие глупости, как получило с СКК... В Петербурге. Да. ...могут быть исключены. Пока этого не делается, это закономерность. Потому что вот эти исполнительные непосредственные, они только исполняют ценности предприятия. Если ценностями предприятия является только прибыл, столько выпуск продукции, а мы не считаем кадрами, мы считаем их просто ресурсами, то так будет повторяться до конца. Если мы поставим человеческую жизнь на первое место, то меняется и корпоративная культура. В связи с этим меняется вообще всё на предприятии. Поэтому вопрос ко мне это не что, вопрос ко мне это как. И моё задание, как задание тренера, это помогать людям найти ресурсы для этого. Часть ресурсов это вот эти инструменты осознанности, и часть это сферы эмоционального интеллекта. Как я могу быть руководителем, не потеряв себя, не потеряв свои границы, но при этом я могу быть человеком для человека. Вот об этом вопрос, как бы с моей точки зрения, стоит осознанной безопасности. У меня было счастье много раз, ну скажем так, у меня было в своей карьере три команды, которые мы сумели создать, где у нас было такое глубокое доверие между членами команды, что мы были просто непобедимыми. Маленькие команды, юрлица были разные, через, например, границу действовали. Действовали как команда, несмотря на то, что юрлица разные, бухлчат разные, прибыльность считается по-разному. Но мы действовали как единая команда. И это было возможно, исходя из того, что мы создали доверие между людьми и уважение. И вот когда мы сегодня говорили про малые предприятия, вот для малых предприятия, для владельцев бизнеса, вот эффективность деятельности предприятия – это на первом месте. И вот через отношения, через доверие, вот эта эффективность может возрастить в разы. Пропадает там пропажа материальных ценностей, или порча имущества. Всё общение становится проще, принятие решения становится просрачным и очень оперативным. То есть, когда между людьми есть доверие, то всё становится проще. Это правда. Это правда. И это касается не только предприятия, это касается всего, и органов власти в том числе даже, например. А для того, чтобы это реализовать, нужно осознанность понимания своего отношения. И понимание того, что когда мне плохо, когда мне совсем влом делать, то я это осознаю, и я могу увидеть, что это неэффективное отношение к тому результату, который я хочу получить. И осознав это, я могу делать иной выбор. Я выбираю действовать конструктивно. Хотя мне сейчас это влом делать, но потому что цель настолько важна, а в данном случае сохранение жизни, я принимаю решение действовать конструктивно. Вот эта перестройка, Эрки, от момента, когда ты ставишь во главу угла условно достижение каких-то показателей, и когда ты ставишь во главу угла отношение такое, человеческое отношение между сотрудниками на предприятии, оно примерно какое время может занять? Понимаете, изменения происходят в моменте. Мы больше всего сопротивляемся этим изменениям. То есть время, то, что мы теряем, это сопротивление. Когда это изменение происходит, это происходит моментально. Чтобы дойти до этого, требуется критическая масса на предприятии. Некоторые люди быстрее включаются, некоторые немножко медленнее, некоторые просто начинают соответствовать поведению. То есть когда определенный процент осознанно начинает держать, например, с опоручин, то через некоторое... Да, они автоматически делают это неосознанно, но они начинают соответствовать. Поэтому, с моей точки зрения, исходя из моего опыта, на маленьких предприятиях это изменение может происходить весьма быстро, буквально полгода. На крупных предприятиях год. Это такая цифра, на которой год-полтора. В моей практике, вот когда я поменял, реструктурировал компании, реструктурировал команды, у меня занимал год-полторы, и корпоративная культура стала другим. То есть полтора года – это вполне такой реальный срок. В реальный срок, и, моей точки зрения, это крайне эффективно. Крайне эффективно. Я спросила в перерыве у Эрки, он первый раз в нашем городе, но, судя по всему, не последний, вы приедете к нам ещё. Я так понимаю, что мастер-классы будут продолжаться. У нас просто остаётся очень мало времени, можно долго говорить об этом. Да, но вот сейчас у нас остаётся две минуты. Можем ли мы рассказать, что будет ещё? Да, мы планируем продолжение. У нас только первый шаг сделан в этом плане. Есть уже сторонники данного подхода в Кирове. Мы будем с ними развивать данные контакты, естественно, и на их базе формировать дальнейшие подобные мероприятия. Вот и есть идея уже провести не четырёхчасовой мастер-класс, а уже провести полноценный тренинг на два дня, по крайней мере. И вот мы сейчас тем вопросом будем заниматься и проведём его, я думаю, что где-нибудь ближе к лету. Уже будет тепло в Кирове. Ну да. И Эрки увидит наш город зелёным. У нас город зимой красивый и летом красивый. Чистый снег. Я в восторге. У нас нет зимы ни в Финляндии, ни в Санкт-Петербурге, поэтому здесь очень здорово. Прекрасно. Эрки увидел зиму в Кирове. Да, здорово. Благодарю наших гостей Дмитрий Хохлов, заместитель директора Кировского регионального центра охраны труда и Эрки Антила, тренер по корпоративной культуре осознанной безопасности и лидерству в безопасности этой Финляндии. Эрки приедет к нам ещё, надеюсь, придёт в нашу студию. Спасибо большое и до свидания. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»